Завтра у Путина день рождения. Ему должно стукнуть 70, как сказал поэт, ровно 70 возраст смертный. Посмотрите, предыдущий кремлевский диктатор Иосиф Сталин, пышно отпраздновав в декабре 1949 года свое 70-летие, прожил всего три с небольшим года. Путина, гений всех времен и народов, сдох на своей ближней даче в марте 1953 года, брошенный своими охранниками, врачами и соратниками по политбюро. Ну, едва ли Путин ждет такой бесславный, малоприятный конец. Врачи всегда при нем, охранники толпой вокруг него. Профессор Соловей утверждает, что Путин давно неизлечимо смертельно болен. Но никак не умрет. Соловей все предсказывает скорую кончину кремлевского диктатора. А он, судя по его появлению в прошлую пятницу, 30-го числа, когда он произносил вот эту самую пресловутую речь в Георгиевском зале, посвященному аннексии четырех оккупированных украинских областей, выглядел он вполне бодренько и не производил, во всяком случае, впечатления от человека, который вот-вот отбросит концы. Ну, возможно, внешность обманчива. Так или иначе, современная медицина позволяет врачам бесконечно порой продлевать земное существование людей, которые страдают какими-то тяжелыми, неизлечимыми, смертельными болезнями. А вот политическая смерть Путина, вот она, возможно, наступит очень скоро. Более того, я не удивлюсь, если день рождения 7 октября 2022 года, последний, который Путин празднует в Кремле в должности президента Российской Федерации, вполне вероятно, что все очень-очень скоро посыпется. Интересно, какие подарки ему подарят? Вот я вспоминал 70-летие Сталина, вот Сталина тогда просто завалили подарками и лидеры разных дружественных Советскому Союзу стран, и простые люди. Подарков было так много, что устроили целую выставку. 17 залов отвели под нее в музее революции, что на бывшей улице Горького, на Тверской. И чего там только не было. А вот что подарят, интересно, Путину? Вот, например, Евросоюз не удержался, решил порадовать старика за день до его юбилея. Объявил, что вводят против России восьмой пакет санкций. Насколько эти санкции окажутся эффективными? Посмотрим, будущее покажет. Ну, а если так пофантазировать, я, например, провел экспресс-опрос среди своих друзей, близких, знакомых, родственников. Они были чрезвычайно единодушны. Ну, расходясь во мнении только в каких-то деталях. Кто-то предложил дать ему яду, кто-то предложил подарить ему веревку покрепче, а кто-то револьвер с одним патроном, чтобы застрелился. Ну, я не думаю, что Путин страдает суицидальными наклонностями. Хотя, черт его знает. Нет, на самом деле, покончить жизнью, не самоубийством, это удел сильных людей. А вот Путин не производит на меня, причем давно, впечатление сильного человека. Впечатление истеричного человека, который может, сорвавшись в истерику, начать угрожать и стучать кулаком по стулу. Вот это да. А сильного? Нет, пожалуй, нет. Ну, вот если так еще пофантазировать на тему о том, кто бы мог чем Путина порадовать на 7 октября, я думаю, что прежде всего вооруженные силы Украины могли бы преподнести ему несколько замечательных подарков, освободив еще несколько городов и сел, которые находятся на той самой аннексированной территории Украины, которая, по версии Кремля, теперь стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Но, увы, города и села один за другим объявляют об одностороннем выходе из состава Российской Федерации. Лиман вышел, а за ним и еще, и еще, и еще другие города и села Украины. Не без помощи, разумеется, украинских вооруженных сил. Я бы был очень рад, если бы такой вот какой-то убедительный подарок либо на Луганском, либо на Херсонском направлении вооруженные силы Украины Путину бы преподнесли. Ну, а американцы, например, могли бы порадовать Старикапу, поставив новую большую партию дальнобойных ракет украинской армии, чтобы она успешнее развивала наступление на тех или иных направлениях. В Харьковской области, в Луганской области, в Запорожской или в Херсонской областях. И приблизила бы тот день, когда все территории Украины, захваченные Россией, были бы от нее освобождены. Ну, вы знаете, если говорить совсем серьезно, я думаю, что неприятный сюрприз, который испортил бы Путину юбилей, который испортил бы Путину день рождения, 70-летие, мог бы преподнести Норвежский Нобелевский комитет. Сейчас же у нас идет Нобелевская неделя, когда каждый день объявляют лауреата Нобелевской премии в той или иной отрасли. Вот завтра, по традиции, должен быть объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Напомню, она присуждается норвежским парламентом, точнее, специальным комитетом из пяти человек, который назначается депутатами парламента Норвегии, Стортинга. Почему? Так в свое время решил Альфред Нобелевский, учредитель премии, вот так он написал в своем завещании. Дело в том, что Норвегия тогда была в унии со Швецией, боролась за окончание этой унии, за то, чтобы стать полностью независимым, суверенным государством, и утверждают, что Нобелевский сочувствовал норвежским политикам, которые стремились добиться этой цели. И поэтому, таким жестом поддержки поручил он впредь присуждать Нобелевскую премию мира. Так вот, представьте себе, а если Нобелевскую премию мира присудят Владимиру Зеленскому? Представляете, какой это будет приятный, в кавычках, сюрприз для Владимира Путина. Ну, правда, шансов на это, честно говоря, мало, потому что у Нобелевской премии очень жесткий регламент, очень жесткие правила ее присуждения. Скажем, сам по себе парламент Норвегии или там избранный Нобелевский комитет такое решение принять не может. Он только рассматривает поступившие заявки, так сказать, поступившие номинации разных кандидатов, физических, юридических лиц, которые выдвигают те, кто имеет такое право и выносят окончательное решение. Вот, в частности, процедура устроена таким образом, что последний день выдвижения на Нобелевскую премию мира – это 31 января. Вот в ночь, в полночь с 31 января на 1 февраля прием номинаций заканчивается. К сожалению, Владимир Зеленский обрел авторитет лидера, который противостоит Путину, его даже порой называют лидером свободного мира, который стал популярным, мегапопулярным политиком на разных континентах. Это случилось все-таки позже, когда началась широкомасштабная война, когда пошло широкомасштабное вторжение России в Украину. И вот, когда Владимир Зеленский проявил волевые качества политики и лидера своего народа, вот тогда им стали восхищаться во всем мире. И, конечно же, он Нобелевскую премию мира заслужил, но, боюсь, только ради этого Нобелевский комитет не будет ничего менять в регламенте. Потому что, один раз нарушив закон, можно потом начать наручать его много-много раз подряд. А авторитет, престиж Нобелевской премии и мира, и в других номинациях, в частности, зиждется на большом скрупулезном следовании, большом уважении к завещанию Нобелей, скрупулезном следовании тем правилам, по которым она присуждается. Там не только в больших деньгах дело. Поэтому, вполне вероятно, что Зеленского, увы, просто нет, физически нет в листе номинантов. Но там, сто процентов, есть Алексей Навальный. И присуждение премии Алексею Навальному, главному политическому оппоненту Путина внутри страны, политзаключенному номер один в России, тоже было бы замечательным, на мой взгляд, решением. Ну, есть еще один вариант, когда, может быть, премию мира присудят кому-то из западных политиков, которые проявили себя наиболее ярко, наиболее последовательно, как сторонники украинского народа, как люди, поддерживающие борьбу Украины против российской агрессии. Но, опять-таки, агрессия началась в конце февраля, когда уже прием номинаций был закрыт. Там, в листе номинантов, наверняка, есть Светлана Тихановская. Человек, который победил на последних президентских выборах в Беларуси. Но эту победу у нее украл узурпатор Лукашенко. И, конечно, если бы ей досталась Нобелевская премия мира, возможно, это тоже было бы такой звонкой, эффектной пощечиной, которую получил бы не только Лукашенко, но и Путин. Ведь Лукашенко у него на посылках, как говорится. На самом деле, для Нобелевского комитета мира завтрашний день – это такой переломный момент. Время истины, если угодно, момент истины. Потому что в прошлом Нобелевский комитет, именно тот, который присуждает премию мира, часто критиковали за непонятные, неубедительные, странные решения. И вот, посмотрите, сейчас, когда главная угроза миру исходит от Путина, от путинской России, когда впервые после Второй мировой войны, впервые после 1945 года в Европе, в центре Европы бушует самая настоящая широкомасштабная война, которую люди не видели со времен Второй мировой. Вот странно присуждать премию мира за что-то, что не имеет отношения к этим событиям. Кому-то, кто не пытается положить конец путинской агрессии, помочь украинскому народу преодолеть вот это чудовищное вторжение, которое Путин начал 24 февраля. И поэтому, ну, я с ужасом себе могу представить, что будет с репутацией, с авторитетом Нобелевского комитета, если премия мира достанется какой-нибудь истеричной Грете Тунберг или Красному Кресту, который никак не может начать называть войну войной, на что ему даже периодически украинские официальные лица стали указывать. Послушайте новую. Какой украинский конфликт? Война. А Красный Крест трусливо избегает использовать. Это простое, понятное и очень точное в нынешней ситуации слово. Ну, или, например, вот я посмотрел, что пишут разные авторитетные издания всего мира о том, кто может получить Нобелевскую премию, кто является фаворитом на Нобелевскую премию мира этого года. Вот некоторые называют римского папа Франциска. Ну, честно говоря, он занимает такую двусмысленную позицию по поводу войны, развязанной Россией против Украины, что я, например, считаю, что это будет позор. Позор, если все-таки ему вдруг достанется эта высокая награда. Ну, а кому она достанется на самом деле? Посмотрим. Посмотрим. Я точно знаю, что в списке номинантов есть имя и фамилия Алексея Навальный. И я думаю, что правильным решением было бы присудить премию мира именно ему. Ну, а что будет на самом деле, узнаем завтра. Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено где-то в районе полудня. Не знаю, там, по какому времени считать. Я постараюсь обязательно на эту тему еще высказаться дополнительно. Ну, а сейчас прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Не забывайте только подписываться, ставить лайки, задавать вопросы, оставлять комментарии. Всем спасибо. Всем счастливо. Субтитры подогнал «Симон»